Приветствую вас! Отвечаю на вопрос Родителей Всегда немножко Сложно, потому что Родители Есть свой взгляд на то, как должен Воспитываться ребенок И, наверное, Они в своем взгляде Правы Каждый по-своему Но, поскольку Вы обращаетесь вроде как К нам То вам и помочь хочется С одной стороны А с другой стороны Неволей думаешь А вот Что можно сказать Что вы поймете Правильно А что нет Потому что, например Вот Даже то, что я скажу Это может быть Вас принято Несколько Однозначно Не в том контексте А спросить У меня Например Вы этого не сможете Потому что Ну Вы прослушаете Запись Может быть Может быть Вы что-то для себя Извлечете Но Вот Вероятно Вероятно С того, что Задали Вопрос В личку Очень мало И из-за этого И что Это Как бы Вредит Ребенку И вредит Вам Коллега Сказал Что Вы Почему-то Не хотите Идти Вы хотите Идти на работу Но не идете И действительно Этим Вы Ребенку Наносите Вред Тем, что Вы не приучаете Его Достигать Своей цели Не приучаете Его делать То, что Он хочет То, что Человек хочет Действительно А приучаете Ребенка Считать Истинными Желаниями Истинными Желаниями Каплицы Приучаете Ребенка Думать Что Под его Обредности Будут подстраиваться Все Окружающие Тогда Оно Может быть И так Только Ведит Ребенок В школу Пойдет Когда-то Из школы Придется Тяжело Из школы Вы его уже Не заберете Потому что Из школы Нельзя забрать Если только Нет особенностей У ребенка Чтобы учиться На дому И Получается Что Ребенок Не получив Должной Степени Социализации Сейчас Окажется В более Тяжелых Для себя Условиях Потом Ну вот Такую Примерно Медвежью Услугу Вы оказываете Своему Ребенку Что Увидел Я Из Машего Сообщения Ну Во-первых Увидел То Что Ребенок Один То есть Объективно Ребенок У вас Единственный Вокруг С него Мама Папа Ну Вот Да Вы Ведете Ведете Повестование От Третьего Льца Ну Если Вы Не Мама То Пожалуйста Не Воспринимайте Нашу Учет Вот Так Немножко Удобнее Мама Папа Вокруг С него Все Его Любят Все Окружают Его Работой Все Для него Все Делают И Получается Что Все Вот Внимание Ему Достается Это Конечно Хорошо Ребенок Будет Себя Любить Но Есть И Перебор Перебор Наключается В том Что Ребенок Становится Эгоистическим То есть Он Не Просто Любит Себя А Он Любит Себя Во Вред Себе Вот Эгоист То есть Который Любит Себя Слишком И Как Любая Любовь Чрезмерная Она Вредит Так И Здесь Тоже Любовь К себе Ребенка Суть Эгоизм А Эгоизм Это То Что Вредит Ему Что Я Еще Увидел Из Вашего Сообщения Это То Что Вы Все Время С ним То То Есть На Футболе Вы С ним В Детском Садике Вы Тоже С ним Ну Или Как Там Это Происходит У Вас В данном Случа Не Очень Понятно И Понимаете Ребенок Все Время Чувствует Ваше Присутствие А Чувствуя Ваше Присутствие Ребенок Никогда Не Почувствует Себя Настоятельным До конца И Он Либо Будет Капливничать То То Ощущать Что Он Может Приложить Ответственность Себя На Вас Либо Он Будет Напротив Чувствовать Себя Зажатым Не Желая Ничего Делать Почему Потому Что И В первом И Во втором Случае Он Чувствует Себя Сыном Или Внуком Но Не Человеком Не Отдельной Личностью Той Самой Кстати Говоря Которую Вы Упомянули В Своем Песне И Тогда Отсюда Следует Что Необходимо Вот Ребенок Любит Играть В футбол Пишите Вы Да Вот Вы Спросите Как бы Тяжело Пока Не Привыкнешь На привычку Там Две Три Недели Как Минимум Вот Пусть Две Недели Походит Со Слезами Адаптацию Преодолеет То Что Мешает Ему Чувствовать Себя В Другом Обществе Свободно Пусть Раскроется Раскроет Себя Пусть Начнет Играть Футбол И вот Тогда Через Две Три Недели Спросите Хочешь Уйти Или Нет И вот Тогда Это Желание Ребенка Либо Уйти Либо Остаться Будет Истинным Будет Тем Как раз Таки Что Диктует Ему Личность А не Ваш Сын Не роль Вашего Сына Не Ипостась Вашего Сына Ну Или Не ваш Сына А Сына Мамы Не Ваш Я Уже Сказал Что Я Говорю Вашего Там Удобнее Я Не Разделяю Мнение Коллеги О том Что Вы Обязательно Мама Вы Можете Быть И Третьим Лицом Потому Что Все Хотят Обращаться К Психологу Лично Так Вот Понимаете Как Получается И Вот Так Нужно Себя Вести И Еще Важный Момент Что Мама Ребенка Получается Жертвует С собой Ради него То есть Она Хочет на работу Но на работу Не идет Из-за него Получается Ребенок Видит Что Ага Маме Можно Манипулироваться Ага Мама Будет Сделать То Что Я Хочу И Зачем Что Стараться Самому Зачем Чего То Добиваться Зачем Когда Можно Просто Немножко Погабризничать И Мама Сделать Сделать Все Как Нужно Но Это Неправильно Согласитесь Поэтому Маме Нужно Действительно Проявить Стойкость К ребенку Выработать Такой Вот Подход Который Я Описал Мне кажется Подробно И Действовать Только В рамках Него Если Она Хочет Идти на работу Пусть Идет На работу Ребенок Усе Сейчас Прекратно Понимает Когда Родители Могут Что-то Сделать Для него А когда Не могут Если Ребенок Будет Видеть Что Родители И Могут Делают Для него Все И что В их силах И не Могут Тоже Делают Ну Это Получается Уже Формирование Эгоизма Вам Нужно Подумать О нем Будешь Вот Каким Ребенок Будет Вот Представьте Себе Что Вот Вся Его Семья О нем Беспокоится Да О нем Переживает Там Гипероперка Забота Постоянная Да Все Вот Это Есть Ребенок Привык Что Он Центр Внимание Но Это Выработалось Уже И Как Ему Быть В Возрослой Жизни Где Он В Принципе Изначально Никому Не Нужен Где Ему Своим Трудом Своим Поведением Нужно Доказывать Что Он Значит Для Такого Человека Какого Из Него Делают Его Семья Это Невозможно И Вот Именно То Что Сейчас Происходит Это Суть Ломания Его Личности Потому Что Личность Это Кто Тот Кто Знает Кто Он Знает Куда Он Идет Чего Хочет И Готов За Это Бороться И Правильно Скажете Вы Ребенок Всего Он Не Знает Верно Он Не Знает Но Именно Родители Поначалу Показывают Ему Как Нужно Они Своим Поведением Демонстрируют Ему И Он Сам Перенимает Это Поведение Пока Что Поведение Было Неправильно Ну То И Как Неправильно В Целом Да Оно Может Быть И Неплохое Но Слишком Уж Подогнает Семья Ребенку Вот Продакат Не Нужен Решили Что Дайте Почувствовать Ему Ответственность Тем более Что Это Мальчик Не Девочка Вот Ну И Конечно Не Мешает Врачу Сводить Чтобы Может Быть Диагностировать Или Исследовать Возможные Доболевания У него Кто знает Какое у него Может быть Состояние И Какая у него Может быть Психика А точнее Ее Деятельность Это Желательно Знать Если Врач Скажет Что С ребенком Все В порядке Что Реакция На Людей На Окружение На Речь Вербальная Невербальная Действует Идеально То Смело Действует И так Как я Сказал Ну Или В принципе Как Любой Из Эксперт Вам Действует Совет То есть Вот Все Они Все Эксперты Громе Пожалуй Одного Только Кто Сказал Что Ребенок Домашний И Что Тогда Не Имеет Смысла Как Его Социум Да Выдвигать Это Уже Вам Решать Вам Решать Какую Позицию Вы Даймете Но Помните Просто Что У Любой Позиции Будут Свои Последствия Будет Ребенку Потакать А Пока Вы С ним Пока Он Маленький Ему Будет Хорошо Подрастет Будут Проблемы Комплексы Неуверенности Себе Нерешительность И так ДА Если Не хотите Этого Лучше Все-таки Как бы Распитывать В нем Активность Лучше Все-таки Пусть Плачет Сейчас Когда Когда Пока Еще Детская Тихая Гибкая И Легко Адаптируется Чем Будет Страдать Потом Когда У него Будет Все Более Менее Сформировано И Любые Процессы Адаптации Будут Происходить Достаточно Тяжело Но Вам Решат Я уже Сказал Всегда Отвечать На вопросы Родителей Или Близких По поводу Ребенка Всегда Так Знаете Не то чтобы Страшно Но Всегда Осторожностью Это делаешь Потому что Понимаешь Что Родители Бывают Разные И Если Вы Например Пришли Затем Чтобы Услышать Какие-то Рекомендации Которые Вписываются В то Как Вы Видите Воспитание Ребенка То Боюсь Вы Пришли Не По адресу Если Вы Действительно Хотите Поменять Ситуацию То Информации Вам Я Лично Дал Более Чем Ну И Другие Эксперты Тоже Старались На этом Все Надеюсь Помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Вам Всего Доброго И Удачи